МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". На интере подробности. Обо всех событиях расскажут наши корреспонденты. В студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Ночь, граната, поруби. Хулиганство, теракт или... Я не могу никому обещать, а вы же мне не повеете. Нас ждет ремонт МВД. Какой? Капитальный, косметический или номинальный? Минские встречи. Пленным, возможно, повезет. А что дальше? Сотни страниц законов. За вчера изучить, подправить, переписать, а сегодня проголосовать. Наша рада такое уже переживала. Сегодня там весь день меняли бюджетные налоговые кодексы. Налоги, доходы, расходы, льготы на отбавки, сокращения и, конечно же, турчинов. Что в итоге? Екатерина Лысенко подробнее. Я думаю, что сегодня не хороший час работать на телекамерах, а хороший час работать в комитетах. Иначе говоря, не топить повитро, а заниматься реальными справами. Насыщенная повестка дня, десятки правительственных законопроектов. Все касаются изменений в бюджетные и налоговые кодексы. Документы вчера наспех рассматривали в комитетах, включая бюджет на следующий год. Сегодня ужасаются. Сегодня предлагается в два раза по сравнению с прошлым годом сократить пенсии и минимальные заработные платы в Украине. Поэтому оппозиционный блок настаивает, чтобы все социальные стандарты были проиндексированы. Но гусбюджет сегодня не главное. В зале по одному стали появляться законопроекты, изменения в кодексы. Все документы провидорственные. Задача на сегодня принять их хотя бы за основу. А там подправить, дописать и опять голосовать. В трибуна говорят о децентрализации и тут же по-разному трактуют текст. Додатково 10% податков на прибуток предприятий в приватном секторе экономики. Запроваджаются новые сборы, закрепляются выключены за доходами местных бюджетов, так званый акцизный податок. Если в 2014 году от всех денег изведенного бюджета 42% шли на местные бюджеты, то в этом бюджете всего 40%. Это означает, что нет децентрализации. Реально никакой децентрализации нет. Идет обнищение и уменьшение дотации местных бюджетов, а соответственно ухудшение жизни людей на местах. В итоге коалиция пошла навстречу, в первом чтении проголосовали. А вот следующее предложение к админа трижды отклонили. Я пропоную взагалі зняти це питання, відхилити цей законопроект, уряду доручити подати інший законопроект, але який би передбачав, скасування пильг для суддів, прокурорів. Це законопроект, який урізав бульготы. К примеру, могли убрать надбавки учителям за научну степень, а понятие «бесплатные учебники» і проїзд ученикам ісчезли бы навеки. Ми кажемо, розповідаємо, що сьогодні діти наші, значить треба про них думати і так далі. Ну ввести плату за навчання, за те, що входять в дитячні спортивні школи, це ж треба додуматися. Там скільки? Десять мільйонів ви заробите? Наконец-то представители правящей коалиції теж поняли, що программи, які рождає сьогоднішнє правительство, вони антинародні, антисоціальні. С третьей попытки законопроект вправили обратно в правительство на доработку. Не менше претензій і к налоговим нововведенням. Ещё одной новацией є попытка налога обложити пенсії, сумма которой составляє більше 3600 гривень, налогом 15%. Металурги, машиностроїти, горняки, шахтери, хімики, ті, хто всю життя горбатинців в кар'єрах, тепер ещё раз повинні заплатити. Ми на комітеті можемо далі обговорити всі зміни, які обговорені і в пропозиції комітету та інші. Але я вас прошу прийняти на перше читання в такій формі редакції, яка воно є. Я зараз поставлю на голосування законопроект номер 15, реалістасійний номер 1578. За основу. Далі. Ви не некаєте, будь ласка. Але визмущення нардепів взяло верх. Так, як є, не проголосували. Приняли з поправками від комітетів. Але окончательний текст ещё допишут. Позиція уряду полягає в тому, що їхні закони мають бути незмінними. Ми не вважаємо за можливе економити на доплатах вчителям. Ми не вважаємо за можливе економити на дітях-інвалідах або на інвалідських організаціях. Але ми знаємо, що ще є невикористані резерви у оподаткуванні так званих олігархічної групи. Ви спільнотих законопроектів нова полномочия секретаря СНБО. Вовторник документ провалили. Сьогодні першим делом включили повістку. За полномочия проголосували мгновенно і трибуну заблокували теж мгновенно. Все, колеги, я вас попрошу, всі займіть місця. Ніхто не бачив на ручах версію закону, за який всі голосували. Тобто на ручах не було жодного депутата цього, того, що Турчинов хотів собі записати, і те, що Пашинський озвучував з трибуни. Тобто це було голосування сліпу. І взагалі я не розумію депутатів, які за це голосували. Тому з таким ж успіхом вони голосували 16 січня, розумієте? Ну і головне, повноваження, яке отримує РНБО, вони є неконсультаційними. Координація, контроль – це управлінська функція. Як теж ситуація, яка РНБО сам по собі – це колегіальний орган про президентів України. Колегіальний. Але зараз у нас створюється паралельна управлінська структура в сфері національної безпеки і оборони. Після сьогоднішніх голосувань у нардепів перерів. Два дня вони будуть работать в комітетах, исправлять предміта і сьогодні законопроекты, а в воскресенье – предпоследній рывок. І тоді стане ясно, які налоги платити і по яким правилам бюджет розпределять. А сьогодні і без потасовки, со многими известними, не обошлось. Заспокійтесь! Екатерина Лысенко, Ірина Романова, Алексей Шматов, Евгений Камінський. Подробності – телеканал «Интер». Нарушення Конституції, п'ятое колесо или параллельна власть? Політологи, а нова іпостаси секретаря Совбеза? Є там таке положення, згідно якого указом президента, в обов'язковому для виконання всіма органами виконавчої влади, вводиться в життя, в життєдіяльність, рішення Ради національної безпеки і оборони. Я думаю, що це не зовсім правильно, бо він не може підмінювати собою кабінет міністрів, уряд України має свої функціональні обов'язки, Рада національної безпеки і оборони має свої. Я не бачу тут, насправді, з моєї точки зору, сенсу такого надмірного, як мені видається, збільшення повноважень. На мою думку, це помилка. Тому що вважати Тульчинова таким невід'ємним членом Народного фронту і вважати його те, що він знаходиться в міцному тандемі з Яценюком, на мою думку, це помилка, тому що це досить незалежний суверенний політик, і в нинішній момент він буде орієнтуватися передусім на президента України, а не на прем'єр-міністра України. Те, що порушення були, якщо вони були, то, звичайно, скажімо так, це б'є, в першу чергу, по самому секретарю РНБУ і по цьому органу, тому що чим менше виглядає воно легітимним прийняття цих рішень, тим йому гірше буде, так мовити, працювати. Те, що, на жаль, коаліція дуже часто бере не найкращі взірці парламентської роботи попередніх скликань, це теж факт. Покушення, хулиганство і самопіар. Цей ночі в бувшого секретаря Савбеза, ныне першого вице-спікера Верховної Рады Андрея Порубія, неизвестний, бросил нещо взрывное. Кто пострадал, а хто нет, і які версії? Подробні Ірина Баглай. О тому, що ночі тут, возі гостиниці «Київ» відбувається взрыв, почти нічого не напомінає. Улиця по-прежнєму забита припаркованими в два ряда автомобілями. Разве що хазіва посеченних осколками машин меняють колеса і пытаються уїхати. Слава Богу, що все добре закінчилось. Пробило колеса, і вбок повредило дірки в боку. Якби це була граната зону АТО, я думаю, що машина була б на балконе. Автомобіль, под который закатилось взрывное устройство, правоохранители эвакуировали. Що було за оружие, граната РГД-5, боевая или светошумовая, до сих пор точной информации от милиції не прозвучало. Хотя военные, у которых мы консультировались, в один голос говорят – это самоделка. Бросили бы боевую, разрушения были бы значительні, и без раненых не обошлось бы. Площадь поражения РГД-5 – 20 метров, так называемой лимонки – все 300. Я склоняюсь до того, что это была светошумовая граната. Это выражение протеста против власти, человека, который был до этого, находится здесь. Кто же покушался на представителя власти, и было ли это покушение именно на Андрея Порубия? Следствие пока молчит. Действия неизвестного, которому удалось скрыться, оценивают как хулиганство. А вот коллеги по парламенту в классификации преступления разошлись кардинально. Это террористический акт. Это будет расследовательский террористический акт. Если будет информация о лице, который будет задержан, мы его дадим в прессе. Это не теракт. Это все-таки случайность. В Киеве давно опасно. Просто Министерство внутренних дел об этом не говорит. Сам же едва не пострадавший Порубий ограничился статусом на своей странице в Фейсбуке, сравнив нападения с обстрелами из Града на передовой. Назвал все происшедшее несерьезным. Правда, бывал ли Андрей Порубий под градами? А вот в комментариях к посту прозвучали разные версии. Кто-то посочувствовал, кто-то увидел в этом гнев народа за работу парламентариев, а кто-то и самопиар. Но если сам Порубий не пострадал, то милиционер, преследовавший преступника, оказался в больнице. Во время погони неизвестный бросил еще одно взрывное устройство под ноги 23-летнему сержанту. У него ранение голени. Правда, пообщаться с ним нам не удалось. Он в госпитале МВД. Состояние стабильная, степень тяжести ранения в министерстве не уточнили. А нападавшего и след простыл. Ирина Баглай, Екатерина Лысенко, Вячеслав Фролов, Игорь Сули. Подробности телеканал Интер. Все в сборе после президента и Кабмина парламент определил своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора Национального антикоррупционного бюро. Это бывший министр культуры Евгений Нищук, один из авторов Украинской Конституции Виктор Мусияко, а еще итальянец, директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством и борец с сицилийской мафией Джованни Кеслер. Члены комиссии от президента Рифат Чубаров, Евгений Захаров и Ярослав Грицак. От правительства Йосиф Зисельс, Александра Яновская, Юрий Бутусов. Сами представители комиссии не будут участвовать в конкурсе. Их миссия выбрать тройку лидеров. Окончательное решение за президентом. И ровно через месяц утвержденный директор приступит к работе. Как американские прицелы и тепловизоры связаны с беглецами от украинского правосудия? Какая связь между Курченко, строительными аферистами и Укроборонпромом? И почему правительство ведет бизнес с теми, кто находится в розыске? Подробнее Максим Кошелев. Укроборонпром договорился о покупке для военных СБУ и МВД современных ночных и тепловизионных прицелов с компанией ATN. Калифорнийская фирма уже больше 20 лет работает на рынке стрелковой оптики. Имеет в США сертификаты, продукция соответствует Милспек, военным стандартам. Порадоваться бы за наших военных, вот только не исключено, что деньги, уплаченные Украиной за прицелы, пойдут в карман пособникам Януковича и олигарха Курченко. Все дело в гендиректоре ATN. Это Марк Вейн. В Украине, особенно в Одессе, его больше помнят как Марка Марговского, который вместе с супругой Ланой Вейн обещал построить роскошный коттеджный поселок. Это коттеджный городок по американскому стандарту. То есть мы вообще американская компания, и мы занимаемся таким видом строительства уже много лет. Коттеджи за много лет так и не построили, и не ответили за это. Неудивительно, как поговаривает Марк Марговский, а теперь уже Вейн, старший сын украинского банкира Бориса Тимонькина, чье лицо сейчас украшает раздел «Розыск» на сайте МВД. Его ищут за отмывание и вывод из Украины миллиардов в интересах семьи Януковича и млада олигарха Курченко. В подтверждение родственных связей ATN с Тимонькиным британский филиал компании. Смотрите на фамилию директора. Это второй сын беглого банкира. Получается, что правительство Украины ведет бизнес с теми, кого должны бы посадить на скамью подсудимых. Многие связывают Марка Вейна с одесским предприятием «Сфера». Мол, там он учредитель, и именно «Сфера» якобы на самом деле делает как бы американские прицелы. Но на предприятии, говорят, с Вейном принципиально не ведут дел из-за его непорядочности. Марк Вейн никогда не был учредителем. Четыре года назад мы с ними расстались, потому что это как бы так некорректно. Это человек себя вел, контактов с АКИНа нас нет уже давно. В Украинском оборонпроме мы хотели узнать, как и по каким ценам закупаются прицелы, и из каких комплектующих. Ночники и тепловизоры не дешевые, но должны быть качественными, ведь от них зависит жизнь солдат на передовой. А вот специалисты из одесской сферы не очень верят в качество продукции ATN. Потому что эта компания продукцию лично сама не производит. Она перепродавец. Где она может купить? Либо в Китае, либо в России. То, что это продукция китайского производства, наверняка. Потому что он ни гей не может взять, кроме как в Китае. Но Украинском оборонпроме молчит. Может потому, что сделка проходила через его дочку Украинмаш, которой руководит Владимир Амелянчук. Он был замом министра обороны Ежеля. И в плачевном состоянии армии на момент начала российской агрессии есть и его ответственность. Но вместо люстрации новые контракты. У нас эта система 20 лет уже. Больше 20 лет. У нас одни и те же чиновники, мягко говоря, меняют друг друга в различных министерствах. Даже несмотря ни на какую результативность своей деятельности. Теперь вопрос. Где грань между оснащением нашей армии современными тепловизорами и ночными прицелами и финансированием Януковича, Курченко и их подельников? И второй вопрос. Кто гарантирует, что военным поставят американские приборы, а не китайские с наклейкой Made in USA? И главное. Почему правительство, пришедшее к власти благодаря Майдану, ведет бизнес с его врагами? Макс Кошлев, Андрей Анастасов, Валентин Белич, Игорь Механошин. Подробности телеканал Интер. Донбасс. На передовой постоянные обстрелы. Террористы закладывают мины, провоцируют. С нами на связи Ярослав Кречко. Он находится там. Слава, здравствуй. Какие новости сегодня? Да, Наташ, сегодня утром в районе поселка Орехово Луганской области на радиофугасе подорвался КРАС с двумя бойцами Нацгвардии. Один погиб, второй в тяжелом состоянии. Мину заложили на нейтральной территории и, скорее всего, этой ночью. Очевидно, террористы рассчитывали на большие потери среди украинских военных, потому что подорванный грузовик был тентованным и в нем могли перевозить не один десяток бойцов. Дорога, это считается границей. С правой стороны наши войска стоят, с левой стороны сепаратисты противника стоят. Ночью могла быть вывеска спокойно, заложить фугасы, сработать это все автоматически, потому что проводов нет, это было дистанционное сработать. В районе Южнее Лисичанска постоянно работают диверсионные группы террористов. На днях в тыл украинских позиций в районе поселка Новоташковского пыталась зайти разведгруппа боевиков. 12 террористов были частично уничтожены, частично задержаны. Они начали отступать в сторону поля сюда и по посадке. То есть, я так понимаю, кто более был шустрый, пошли посадкой, кто растерялся, побежали полем. Ну и там попали на растяжки. У них был сухпайок российского производства, розгрузка российского производства. То есть, можем мы сделать выяснение, что это есть. И один из них, дающий, скажем, показы, сказал, что он проходит пилоток в Ростовской области. По словам наших военных, режим тишины в этом районе террористы соблюдали первые 10 дней. Сейчас украинские позиции периодически обстреливают. Возле поселка Фрунзе у боевиков сейчас появилось еще больше минометов, а также как минимум две самоходные арт-установки НОНА. И буквально накануне утром из Первомайска террористы из Градов обстреляли украинские позиции в районе Горского. На эту минуту у меня вся информация. Наташа. Спасибо, Слава. Ярослав Кречко с нами был на связи с зоной АТО. Ну и что в это время происходит в оккупированных террористами городах? Как живут простые люди, оказавшиеся в этой ловушке? Давайте послушаем Донецк и Луганск. В Донецке наметилась очень нехорошая, тревожная, по-моему, тенденция. Из города продолжают выезжать украинцы, вывозят свои семьи. А в Донецке бывают так называемые беженцы из освобожденных городов, которых расселяют в оставленных дончанами общежитиях и квартирах. К нам также приезжают ополченцы, так сказать, на побывку. В городе, помимо тысячных очередей за гуманитарной помощью, люди по несколько дней, в любое время дня и ночи, в любую погоду вынуждены стоять также в очереди за материальной помощью, сначала для того, чтобы записаться на ее получение, а потом и для того, чтобы непосредственно ее получить. В разговоре, то, что я вот наблюдаю, жизнь разделилась на до войны и после войны, потому что каждый из наших жителей, когда он что-то рассказывает, всегда говорит, это было до войны, или вот мы уже встретились там после войны, то есть такой рубеж. Они запустили терминалы платежные с населением наличных денег, они назвали их как первая луганская платежная система, и предлагают населению через них оплачивать коммунальные услуги, какие-то платежи, то есть схема заключается в том, чтобы получать наличность от населения, если у кого еще какая осталась. Основное настроение это разочарованность, и якции будут, в принципе, разгубленность. Заседали более пяти часов и разошлись без комментариев. Чем завершилась встреча вечером закрытая для прессы контактной группы в Минске? Информации очень мало, ОБСЕ обещает отчет. В разговоре участвовали, напомню, спецпредставители от организации Хадид Ильевини, второй президент Украины Леонид Хочма, посол России в Украине Зурабов Медведчук. А так называемых ДНР, ЛНР пушили на ДНГ, а последние сообщили, что стороны договорились об обмене пленными по формуле 150 на 225. Вопрос о повторной встрече завтра пока остается открытым. И вот что говорит о вчерашней встрече за закрытыми дверями в Минске наша белорусская коллега Ирина Халеб. Вчерашняя встреча в Минске была засекречена непонятно по чьей инициативе, но скорее всего по инициативе российской стороны, потому что все переговоры, которые проходят в Минске, контролируются лично Владимиром Путиным. Журналистам сразу же сказал представитель белорусского МИДа, что место встречи будет изменено, будет не там, где всегда. Где будет проходить встреча, ничего не было известно. Журналисты пять часов ждали, все-таки узнав, где она проходит. Но к ним так и никто и не вышел. Вот и все. Могу только сказать, что сам факт того, что встречу засекретили, свидетельствует о том, что ничего хорошего там не происходило. Не доллар, а золото, не МВФ, а некий новый общий банк. И Китай как спасательный круг. Для кого и по какой причине? Подробнее Данил Русаков из Москвы. Кремль не оставляет попыток сделать США в противовес доллару, хочет поставить золотой запас. Вместе с ужесточением санкций Москва значительно увеличила свои накопления драгоценного металла. Скупает золото активно уже последние восемь месяцев. Речь идет о том, чтобы приравнять рубль к драгметаллу, а не заокеанскому зеленому мерилу. Это мнение немецких экспертов. Они опубликовали свои выводы после того, как скурпулезно изучили все изменения в российской экономике за последние полгода. Причем желанием обособиться от мировой финансовой системы заразились не только в России. Полагают, что и Бразилия, и Турция, и даже Китай устремились в эту же авантюру. Возникла даже некая антидолларовая коалиция. В случае наступления кризиса в круг спасения всем этим новаторам экономики должен якобы бросить совместный Банк развития и резервный фонд. Это таки противовес МВФ. Его создали совместно с Китаем. Деньги оттуда наверняка дадут. Но на каких условиях? Во всяком случае, это своеобразная подушка. В случае наступления дефолта Кремлю из мирового финансового фонда средства, скорее всего, не предоставят. Право вето оставляют за собой США. По злой иронии судьбы, первым клиентом нового финансового института может стать именно Москва. На поддержание курса доллара российские чиновники тратят баснословные суммы ежедневно из госрезерва. По некоторым данным, чтобы остановить стремительно падающий рубль, на прошлой неделе потратили несколько годовых бюджетов Иркутской области. 40% населения земли именно столько приходится на долю тех государств, которые участвуют в золотых авантюрах. Получается ли удержать на плаву все, что хочется? И каковы перспективы этого фонда? Не постигнет ли его та же участь, что и таможенный союз, который уже хоронят тихо и без музыки? Данил Розовов, Олег Неведомский, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал Интер. Реформы, ремонт по-крупному, разговоров об этом много, а конкретно говорила об этом сегодня замглавы МВД Экос Гулавзе. Что нужно менять в многолетней коррупционной пирамиде МВД? Подробнее Анна Каменева. Подобную ситуацию попадали многие, и это только основа пирамиды. Ти, кто обнимал высшие посадки, они вымогали от нижних, чтобы не только себя годовали, а передавали наверх. Такие коррупционные пирамиды. В МВД затеяли масштабный ремонт. Пока действительно похоже на ремонт, а не на реформы. Первым делом объединят ГАИ и ППС. И создадут полицейскую патрульную службу. Такое пытался провернуть еще в 2006 году Юрий Луценко, тогдашний министр внутренних дел. Эксперимент провалился. Причем громко. Работники ППС отдавали предпочтение остановке машин, а не поиску хулиганов. В успешность второй попытки Луценко уже не верит. Верит вот эта дама. Просто перевезти ГАИ на рейсе патрульной полиции, это не выход. И обратно это тоже не выход. Так что мы будем строить новые функции. И новых людей для этих функций. Мы будем обращать особое внимание и спальным районам, так называемым. Так же, как и прасам. А это еще одна сторона медали. Крышевание нелегального бизнеса в Украине процветает. К примеру, всем известная добыча янтаря в Риммандской области. Это за эти тысячи бомб, которые работали в две недели перед этим. 70-80% мусорские бомбы. Это не местного населения. Минты нанимают себе на работу. Откуда людей? Под минтами никто не чипает. А пропавшие прямо из рая дела. 80 тысяч долларов и более 130 килограммов янтаря. О них до сих пор ничего не известно. Еще одна кормушка. Игорный бизнес. Это более чем 10 миллиардов гривен каждый месяц. Эти деньги кто-то распределяет. Крышеванием занимаются правоохранительные органы, прокуратура, а также госчиновники. Особенно те, которые находятся в государственных министерствах, выдающие лицензии. Лавочку в МВД обещают закрыть. Пока что только лозунгами о борьбе с коррупцией. Я не могу никому обещать, и вы же мне не поверите, если скажу, что даже если у нас получится полноценная реформа в очень краткие сроки, коррупции не будет. Коррупция есть везде, и она будет в Украине тоже, но будет большая разница. Стимулом станет и высокая зарплата милиционеров, которую поднимут в следующем году. Насколько, пока не говорят. Говорят, что будет полиция, будет отбор, будет проверка на детекторе лжи. Сможет ли 45-миллионная Украина повторить реформаторский подвиг 4-миллионной Грузии? Тут можно делать ставки на тотализаторе. Только соотношение до сих пор непонятное. Анна Каменева, Екатерина Лысенко, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. Усилить охрану стратегических объектов, объектов критической инфраструктуры и жизнеобеспечения. Задача номер один от президента. Сегодня завершились трехдневные военно-экономические учения с участием Минобороны, Генштаба, Кабмина, СНБО и губернаторов. Петр Порошенко подводил итоги, и вот что он сказал. Украина живет в разных условиях. Одна справа, когда страна развивается и строит мирные процессы, и другая справа, когда страна оборонит государство. И нам нужно четко разуметь каждому кривнуку эти видменности. Новый король, новая рождественская речь, но уловки старые. Что разочаровало испанцев, о чем, вернее, о ком умолчал король Филипп VI в своей поздравительной речи. Об этом подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Король говорит, ради своего первого рождественского обращения испанский монарх отпустил бороду с проседью, чтобы придать себе солидности. Мы живем в непростое и очень сложное время для многих наших граждан. И это время создает неопределенность. Напомнил король и о том, что у всех на устах сегодня коррупция, безработица и кризис. Люди должны быть уверены, в государстве нет фаворитизма, основыванного на положении, которое кто-то занимает в обществе. Госдолжность вовсе не означает обогащение. Эту речь журналисты уже назвали хорошей, но если бы не одно «но». Филипп и капитан очевидность. Всеми так понятно, что Испания погрязла в коррупции. Возле агентств по трудоустройству очереди Каталония только и смотрит, чтобы отпочковаться в отдельное государство. От короля ждали конкретики, но ее не было. Даже имени своей родной сестры Кристины, которая вместе с мужем подозревается в отмывании государственных денег, он не упомянул. Подданные разочарованы. Впрочем, трон – место невыборное от симпатии или антипатии избирателей. Оно не зависит, в отличие от содержания. А его могут королю и урезать. И из-за кризиса, и, собственно, из-за Кристины. София Горденко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Отключение электроэнергии по плану и внезапное. Что у людей сгорает и что с этим делать? Будут прямые включения из регионов. Смотрите нас. Бизнес со сбежавшими. У кого правительство закупает необходимое для армии? Тонны угля на украинских шахтах. Горы угля. Все банки полные. Кто его не замечает и почему? Смочный взрыв прогремел сегодня рано утром в одном из киевских общежитий. В милиции говорят, это не теракт. Их версия такая. Трое мужчин приехали в Киев работать на стройке. Решили повеселиться после смены. И вдруг один из них достал гранату. Поспорили, кто дольше продержит снаряд без чеки. В результате один погиб на месте. Парню было всего 25. Двое его товарищей в реанимации. У них разорваны руки, ноги. Повреждены внутренние органы. Другой взрывчатки или оружие в общежитии милиция, к счастью, не нашла. И в Харькове очередной взрыв. И снова на улице Рыморска. Это в центре. Месяц назад там уже сработала взрывчатка в пабе «Стена». А этой ночью неизвестные подняли на воздух мебельный магазин. Устройство было заложено во дворе у колонны. Ее-то и часть стены разнесло полностью. Взрывной волной также выбило почти все окна во дворе. И повредило две припаркованные машины. Никто не пострадал. Около часа ночи в магазине были только охранники. Но они находились в дальней комнате. Этот магазин принадлежит волонтеру, который помогает украинской армии. Антон Герайченко, советник главы МВД, говорит, что это теракт. А местная милиция квалифицирует произошедшее как умышленное повреждение имущества. Сейчас у следствия версий много. Конечно же, одна из них – это волонтерская деятельность. Хозяев этого магазина, она будет проверяться. Есть и от других версий. Курченко возвращается. Где и каким образом ждать появления беглого олигарха? Как работает его бизнес здесь, в Украине? И кто этого не видит? Подробнее наши корреспонденты. Аппаратная возня вокруг Укргаздобычи стоит свеч. Государственная самая большая компания только стала поправлять свое финансовое здоровье. Уровень доходов – 8 миллиардов гривен. Ранее, как сообщают СМИ, через механизм подставных аукционов, прибыль из компании просто выкачивалась в пользу семьи Януковича. В этом году компания даже сумела нарастить финансовый результат. Главным образом за счет того, что аукционы по жиженому газу вернулись в нормальное русло. И государственный ресурс стал продаваться по рыночным ценам, а не по льготным для населения с последующей перепродажей по тем же рыночным ценам, но уже в пользу других структур. Однако недавно арестовали, потом выпустили под залог главу Укргаздобычи. Якобы из-за отказа работать по схемам Сергея Курченко. Такие выводы делают украинские журналисты. Игры вокруг компании могут вестись в интересах скандально известного олигарха. Ведь на аукционах продажа газа происходила в 4 раза дешевле, чем на рынке. Укргаздобыча потом не досчиталась миллиарда гривен. И теперь Курченко собирается вернуть себе эти схемы, потому что собирается вернуться в Украину. Так считают и российские СМИ. Об этом, в частности, пишет либеральная «Новая газета». Что касается возможного реванша, то, честно говоря, непонятно, кто этим занимается. Однако мы видим, что действительно в тех условиях, которые есть сегодня, борьба уже идет за все, что вообще еще теоретически хотя бы может приносить деньги. Уже 10 месяцев безрезультатно продолжается расследование в отношении Сергея Курченко. Хотя только в нефтегазовой сфере ему инкриминируется кража на сумму в 5 миллиардов гривен. Может ли Курченко восстановить свое влияние на компанию? Возможно, все. Ведь пока в стране сохраняются условия для таких понятий, как «отжим» и «дерибан». У нас продолжаются корпоративные войны как таковые. У нас продолжается деление сферы влияния, невзирая на ту ситуацию, изменение власти, когда действуют определенные лица за благослового интереса. То есть некоторые, кто утерял его, пытаются вернуть. Укргаздобыча очень перспективна. По оценкам нефтегаза Украины, ее капитализация может составить 10 миллиардов долларов. И Сергей Курченко прекрасно об этом знает, как и знает правительство. Леонид Аборин, Константин Григорьев, подробности телеканал «Интер». Почти 73% украинцев хотят скорейшего завершения боевых действий на Донбассе за продолжение, а то 19% респондентов. Это результат опроса общественного мнения, который провели Центр социальный мониторинг и Украинский институт социальных исследований с 12 по 19 декабря. Более 90% опрошенных отметили ухудшение уровня жизни своих семей из-за повышения цен и задержки зарплат. Чем это чревато? Вот что говорят политологи. А вот социологи выяснили, как изменились на этом фоне политические предпочтения украинцев после парламентских выборов. Зрастание уровня поддержки, зокрема, оппозиционного блоку, зрастание уровня поддержки самопомощи, оно говорит про те, какие сегодня политические силы затребованы. А суттевое уменьшение уровня поддержки радикальной партии Янишка, Батьковщины, Народного фронта, оно, наоборот, говорит про те, где начинает отбываться певное разочарование политическими силами. Не о разочарованиях, а о празднике, Рождество. И каждый год люди хотят их слышать. В Великобритании королеву в Ватикан съезжаются, чтобы лично услышать папу. О чем говорила Елизавета II и о чем папа Франциск? Что в их речах общее в этом году? Подробнее Оксана Кундеренко. Она в Лондоне. На праздники, когда все закрыто и нет новостей, все внимание общественности приковано к ней, к британской королеве. Хотя из года в год Елизавета II проводит Рождество одинаково. Сначала посещает церковь, затем обедает в резиденции с Адрингем и устраивает охоту. У публики в этот день есть шанс увидеть королеву и членов ее семьи лично, вручить цветы, подарки. Тысячи людей встречали августейших особ после службы. Особое внимание, как обычно, беременной герцогине Кейт. А вот маленького наследника, принца Джорджа, люди не дождались. Он остался с няней. Затем британцы вернулись домой, устроились перед телевизором и посмотрели традиционное рождественское обращение Елизаветы. Иногда кажется, что примирение невозможно перед лицом войны и беспорядков. Но сто лет назад в Рождество перемирие было. Оно напоминает нам, что в сердцах людей живет мир и добрая воля. Речь записывают заранее и каждый год выбирают определенную тему, которую затронет королева. Примирение. Основной месседж послания в этот раз. Королева также говорила об Эболе и Первой мировой войне, которая началась сто лет назад. Войнам и конфликтам посвятил рождественскую речь и Папа Римский. В балконе в Ватикане он упомянул и об Украине. Пусть Иисус, спаситель мира, защитит тех, кто страдает в Украине и сделает так, чтобы их родная земля пережила напряженное время, поборола ненависть и насилие, начала новую историю братства и примирения. Франциск вспомнил Ирак и Сирию, где свирепствуют боевики ИГИЛ, арабо-израильское противостояние на Ближнем Востоке, Африку, где кроме этнических конфликтов жизни уносит лихорадка Эбола, Пакистан, недавно переживший страшный теракт в школе. Пантитик в праздник редко говорит о хорошем, больше о проблемах, и только в самом конце желает счастливого Рождества. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков, подробности, Британское бюро телеканала Интер. И вот счастливое Рождество на его исторической родине. Тысячи паломников, парады, торжественная служба в старейшем храме планеты. Как отмечают Рождество под пальмами и почему израильская полиция подралась с Санта-Клаусами? Из Вифлеема Сергей Услендер. Вифлеем находится на территории палестинской автономии, и город этот, выражаясь языком современным, мультиконфессиональный. Здесь живут и мусульмане, и христиане, среди которых немало католиков. Для меня, например, в свое время было большим удивлением узнать, что, оказывается, есть на свете такие арабы-христиане, что их немало, и что неофициальная христианская столица Палестины – это именно Вифлеем, место паломничества тысяч туристов. Я приехала в Назарет, чтобы отпраздновать рождение Иисуса. И так как все это началось именно здесь, мы подумали праздник отмечать, так сказать, у его истоков. Более приближенного к истокам места просто не найти. Именно в Вифлееме находится старейший на планете христианский храм – церковь Рождества, построенная над тем местом, где по преданию родился Спаситель. Уже со вчерашнего дня там непрерывно идут службы, и первыми Рождество праздновать начинают, разумеется, католики. Надеюсь, что в следующий раз мы избавимся от всех этих стен, построим мосты и пожмем с миром друг другу руки. Рождество – лучший день для палестинцев, и именно здесь, в Вифлееме, ведь это место рождения Господа нашего Иисуса Христа. Мы ожидаем, что до конца этого месяца город посетит около ста тысяч человек со всего мира. В честь светлого праздника в центре Вифлеема на Прихрамовой площади обязательно проходит парад. Сегодня был католический, в январе, соответственно, будет православный. В эти дни сюда приходит очень много людей, обязательно присутствует патриарх, в данном случае латинский. И накануне, кстати, многие палестинцы, переодевшись в костюмы Санта-Клауса или Деда Мороза, если хотите, пытались прорваться через КПП, отделяющие Вифлеем от Иерусалима, но израильские солдаты их разогнали. Такое вот вышло Рождество на Святой Земле. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Последнее убийство полицейскими темнокожего подростка в Беркли нельзя сравнивать с недавними резонансными случаями. Так считает мэр этого американского городка, к слову, афроамериканец. По его словам, страж порядка вынужден был открыть огонь. Есть доказательства, что юноша при проверке документов направил пистолет на полицейского. Минувшей ночью у окрестностей города охватили протесты, арестованы несколько человек. Его знает весь мир, знают его фильмы. Америка хочет вернуть его и судить за изнасилование. Прошли десятки лет, а он как был на свободе, так и остается. О новом эпизоде в деле США против Романа Поланский подробнее Дмитрий Еловский. Он в Вашингтоне. Его все-таки будут судить. Дело длиною в 37 лет. Именно столько тянется судебная тяжба между всемирно известным режиссером Романом Поланский и властями Америки. В конце 70-х его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Но наказание по заслугам кинематографиста так и не понес. Американская Фемида срока давности не знает. Именно поэтому дело и закрывать не собираются. Об этом стало известно накануне. Судья Верховного суда Лос-Анджелеса постановил утверждение Поланский о неправомерных действиях суда. Его требования прекратить дело не могут быть удовлетворены. Так как Поланский является лицом, которое скрывается от правосудия в другом государстве. Он уже много лет правда живет в Европе, откуда американцы пытаются его всячески заполучить. Но тщетно. Правда в 2009 году во время кинофестиваля в Цюрихе Поланский, имеющий французское и польское гражданство, все-таки был арестован по запросу властей Америки. Тогда он провел за решеткой несколько месяцев. Но вскоре был отпущен под залог 4,5 миллиона долларов. Позже меню из Швейцарии решил отказать штатам в экстрадиции режиссера. Напомню, изначально его обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней. В далеком 1977 году киношник на вилле у актера Джека Николсона совратил 13-летнюю фотомодель Саманту Геймер. Он дал ей шампанское, наркотики, позже во всем признался, ну, чтобы смягчить вину. Прошел психиатрическую экспертизу, но вернувшись и вновь, представ перед судом, от своих слов сразу отказался. Сделка со следствием сорвалась, и режиссер решил по-быстренькому покинуть Америку. Сначала поехал в Англию, потом во Францию, позже осел в Швейцарии. 81-летний киноклассик продолжает работать в Европе и снимать фильмы. Но, похоже, представить свои картины лично в Америке он сможет нескоро. Как только нога режиссера вступит на территорию США, его тут же арестуют. Это дело до сих пор многим кажется примером разглядяйства американских правоохранителей, а также такой избирательности судебной системы. Если богат и знаменит, значит можешь избежать наказания. Но, впрочем, суд Америки пытается бороться с такими стереотипами. Пока, правда, не очень успешно. Дмитрий Иловский, Юрий Романик. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Запасы угля говорят на исходе. И давно из-за этого веерное отключение света. Минэнерго ведет переговоры по закупке электроэнергии у России. Угля то в Африке, то в Казахстане. А десятки тысяч тонн нашего угля лежат. И их в упор не видят в правительстве. Почему? Подробнее Эльвина Сегбулаева. В то время, когда Украина объявила о чрезвычайном положении в энергетике, на шахтах лежат тонны угля. Об этом первый написал мой коллега Дмитрий Гнаб. А сегодня мы убедились. Шахта Южнодонбасская номер 3 находится недалеко от Углядара. Это Донецкая область, но территория под контроль на Украине. Шахтеры показали нам черное золото. И где его забывают? Шахтеры заходят в плеть. И опускаются в шахту на горизонте. 624 метра и 824 метра под землю. На земле 10 тысяч тонн угля, и еще 15 вот таких бетонных складах, забиты под завязку. Но в Минэнерго Украины уголь вывозить не собираются. Железнодорожная ветка тоже проходит по украинской территории. Дело в том, что шахта не может заключить договор на перевозку угля, так как не юрлицо. Предприятие в настоящее время находится в стадии реорганизации. В связи с этим мы не имеем права никуда дышать уголь. Горы угля, все банки полны горным углем. И тут же мы смотрим ситуацию, которая у нас творится в нашем государстве. Электространцы находятся без угля. Раньше эта шахта входила в Донецкую углеэнергетическую компанию, расположенную в Донецке. Но после захвата боевиками компанию ликвидировали, а шахта осталась между небом и землей. Тут говорят, статуса юрлица ждут уже несколько месяцев. Стучат в министерские двери. Ну а там тишина. Вся задача в кабинете министра. Почему? Потому что если наше министерство не может это разрулить, то, скорее всего, нужно какое-то постановление кабинета министра. Почти месяц украинский уголь в упор не замечают чиновники. Шахту перевели в аварийный режим. Добыча угля приостановлена. А сотрудников, а это около трех тысяч человек, отправили на вынужденный прогул по вине предприятия. Им оплачивают лишь две трети часть зарплаты. Лишь треть из них выходит на работу, присматриваясь за шахтой. И колоссальные убытки. На сегодняшний день потеря доводчи составляет 21 тысячу тонн. Это порядка, ну, наверное, 10 миллионов. Мы денег теряем. В то время, когда Украина теряет миллионы, Минэнерго проводит переговоры по импорту электроэнергии из России и закупке угля в Африке, Казахстане. Вполне вероятно из-за того, что чиновники не видят схем, по которым могли бы получить свою долю. Эльвина Сегулаева, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Ну, а мои коллеги рассказывают, что веерные отключения будут нарастать с падением температуры. Она будет снижаться. И с нами на связи Кирилл Ющишин из Херсонской области. Кирилл, что происходит с отключениями у вас сегодня? Здравствуй. Наталья Херсон – один из немногих городов, где свет есть. Вернее, в последние дни его практически не отключают. Люди говорят, серьезные перебои были на прошлой неделе. В один момент отключается свет без предупреждения. Это продолжалось на протяжении недели, каждый день регулярно. Несмотря на то, что электричество сейчас не отключают, в больницах на это не надеются. Нашли спасение в автономных генераторах. Он включен, слышите? Постоянно он в рабочем режиме. Если же и второй фазы нет, то тогда включается в течение 6 секунд. В отличие от городов, в селах ситуация хуже. Там электричество пропадает и часто. На этой неделе потеплело, и люди стали меньше включать обогреватели. Возможно, поэтому и свет пропадает реже. Но зима еще не закончилась, и синоптики прогнозируют в ближайшие дни морозы. Чтобы не замерзнуть, местные кулибины придумывают целые схемы. Вот, например, Игорь показал нам, как с помощью обычного автомобильного аккумулятора поддерживает тепло в доме. Когда есть свет, мы зарядили аккумулятор, который снят из машины. А здесь стоит вот аккумулятор, преобразователь с 12 на 220. Включаем насос, чтобы в доме просто было тепло. Такое устройство стоит около 2000 гривен. И не всем по карману, да и от перепадов напряжения в сети не спасает. Ну, а после Нового года в Херсоне собираются вести график отключений. Два часа утром и два часа вечером. Наташа? Спасибо, Кирилл. Это был Кирилл Ющишин. Ситуация с отключениями в Херсонской области. А сейчас у нас на связи Кировоград и Елена Брынца. Елена, здравствуй, что у вас со светом? В Кировоградской области, несмотря на потепление, потребители отключали сегодня. В плановом порядке. Старенький телевизор Дмитрия не выдержал отключений. Теперь вечера стали скучными. Ни новостей посмотреть, ни любимых сериалов. Претензии энергетикам Дмитрий не предъявлял. Смысла нет. Я думаю, что это, в принципе, довести, або надзвучайно складно, а то и неможливо. У энергетиков своя правда. Мол, чаще всего техника перегорает из-за старой проводки в домах или неисправности самих приборов. И напоминает об элементарных мерах безопасности. На период отключений, возможных отключений электроэнергии с целью снижения общего потребления в течение суток нашей области, это отключать мощные электроприборы от сети. Судиться за чайник или старый телевизор, желающих мало. Но если сгорел дорогой электроприбор, например, бойлер, необходимо подавать письменную претензию в Облэнерго и ждать, пока приедет комиссия. И только если эксперты признают, что причиной неисправности стали перебои с напряжением в их сети, можно рассчитывать на компенсацию. В Облэнерго, говорят, такие случаи были, но их немного. Студия. Спасибо, Лена. Елена Брынза из Кировограда об отключениях света. Нет света, плохо, есть еще хуже. Жители одного из столичных микрорайонов до сих пор не могут прийти в себя после светопредставления в их квартирах, хотя у них уже были наши коллеги. Елена Механик видела, во что всего за одну ночь превратилось все, что нажито непосильным трудом. Я уже выбегла сюда, и тут я сразу почула, что, знаете, вот такие опять десь провода плавляются, или какие-то короткие замыкания, и оно стреляет. Евгения Евгеньевна шаг за шагом восстанавливает события той ночи, когда на часах пробила полночь, и вмиг вся электротехника в ее квартире превратилась в груду металлолома. Включила светло уже, вот так, в ванную комнату, и такое, знаете, вот свеченье, зарево просто. Вытяжка кухонная не працюет, электроплита духовка не працювала, значит, микрохвильева сгорела. Что сталося такое, что в связи с тем, что там часто отключают, подключают электроэнергию, что пошла перед напротивом. Сосед Михайлович с последствиями электробеспредела сражается до сих пор. Сейчас у меня пошел запах провода, розетка сгорела. Пошел от розетки дальше, и вот выкидываю куски. Электрик со стажем определил, квартирные электросети попали под двойной удар. По фазам пошло просто напряжение, 400 вольт. У него не хватает слов, чтобы оценить масштаб катастрофы, денег расплатиться за ремонт сломанной техники и пальцев сосчитать потери. Стиральная машина сгорела, сгорел бойлер, сгорела микроволновка, она еще не сделана в ремонте, до сих пор не забрали. Холодильник, два телевизора этих плоских плазм. Жильцы дома свою беду изложили на бумаге и отправили в Киевэнерго. Там пообещали разобраться с оговоркой. Если в ходе экспертизы выяснится, что в этом вопросе вина Киевэнерго присутствует, мы компенсируем ущерб в полном объеме. Но с другой стороны, если выяснится, что скачок напряжения произошел по линии эксплуатирующих организаций, а это именно ЖБК, то лично Киевэнерго предъявит иск к эксплуатирующим организациям. А пока энергетики ищут виновных, жители микрорайона развозят по сервисным центрам умершие приборы, а оставшиеся в живых на ночь выключают из розеток. Совсем как в Кабмине. На всякий случай. Елена Механик, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Ну а синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни похолодает, местами до минус 12, так что будем готовы, информируем, значит, вооружен. А о том, как все это влияет на нашу жизнь, смотрите нас, следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй. До завтра в подробностях. Хорошего вам вечера и доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин